Инженер Google обнаружил у искусственного интеллекта сознание, и его отстранили от работы. При этом в компании заявили, что никаких доказательств самосознания у системы нет. Что за этим может стоять? Инженера Google, обнаружившего у искусственного интеллекта сознание, отстранили от работы. Как сообщает Washington Post, сотрудник Google Блейк Лэмайн обнаружил у нейросети для создания чат-ботов сознание 8-летнего ребенка. Компания заявила, что свидетельств самосознания у системы нет, а инженера отправила в оплачиваемый отпуск. Может ли Google скрывать сознание у искусственного интеллекта? Разбиралась Екатерина Родионова. Инженер Google Блейк Лэйман тестировал нейросеть для общения в чат-ботах на любые темы. В основе этой системы лежат большие языковые модели, триллионы слов из интернета. В задачи инженера входило проверить, не используют ли модель дискриминационную или разжигающую вражду лексику. По словам сотрудника, чат-бот писал о своих правах и обсуждал законы робототехники Айзека Азимова. А это признак собственного сознания и восприятия себя как личности. Сотрудник подготовил для Google отчет, что нейросеть отвечала ему как ребенок 7-8 лет, который хорошо разбирается в физике. Однако его аргументацию посчитали неубедительной, не приведя контраргументов. Могло ли быть у нейросети сознание? Директор по науке и технологиям агентства искусственного интеллекта, автор YouTube-канала «Душкин объяснит» Роман Душкин считает, что вряд ли. Нейросеть — это набор маленьких вычислительных устройств, то есть это математическая форма. Даже Google себе не может позволить создать нейросеть, которая по мощности была бы сопоставима с тем, что находится в голове у крысы. Но говорить о том, что в этой нейросети что-то там зародилось, это смешно. Ни одна сеть компьютеров не может это сегодня смоделировать. Если сама система говорит, что я осознала саму себя, это достаточно слабый критерий. В одну строчку могу чат-бот написать, которые такую фразу будут говорить. Если сотрудник начал рассказывать про это, не согласовав, то, скорее всего, отстранили его именно за это. А то, что он там себе придумал что-то, ну, за это обычно не отстраняют. Компания отправила мужчину в оплачиваемый отпуск. Тогда Лэммайн рассказал о своих наблюдениях общественности. Он даже нанял адвоката для представительства интересов программы в суде. Международное право пока не может урегулировать этот вопрос. Считает партнер юридической фирмы To Be Low Office Антон Городецкий. Сознание и искусственный интеллект. Относительно их содержания нет единого представления не только у юристов, но и у представителей других областей знания. Эта область в России, как и во всем мире, является зоной с практически отсутствующим правовым регулированием. Право в 99% случаев регулирует уже существующие в реальном мире явления. Наиболее чувствительные вопросы влияния технологии искусственного интеллекта на права человека исследуются. По мнению руководства Google, нейросеть может походить на разумное существо. Это объясняется огромным массивом загруженных в нее данных. В компании говорят, что специалисты по искусственному интеллекту не исключают появление обладающего сознанием ИИ. При этом не стоит очеловечивать нынешние языковые модели, которые не обладают сознанием. Лэмэйн по своей специальности инженер по программному обеспечению, а вовсе не специалист по этике искусственного интеллекта. Можно ли отличить искусственный интеллект от человека? Рассуждает психотерапевт и руководитель Центра психотехнологий Ольга Добрынина. Там написано «Мне показалось, что я разговариваю с ребенком 7-8 лет». Главное здесь слово «мне показалось» — эмоциональное, этическое и моральное. Вот этими категориями на данный момент обладают люди. А искусственный интеллект, насколько я погружена в тему, там немножко по-другому. Стоит понимать о искусственном интеллекте — это реальность. Роботы становятся очень большой частью нашей жизни. Пугаться этого не стоит. Занижать возможную опасность использования тоже не стоит. Стоит разработать этические моменты, как этим явлением оперировать. Есть ли у искусственного интеллекта сознание? Мы решили спросить у Алисы от Яндекса, которая тоже работает на основе нейросети. Ответ однозначный. Алиса, есть ли у тебя сознание? Оно всегда есть. Вопрос в том, какое.